Здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала. Меня зовут Татьяна и в этом видеоролике я буду заниматься пересадочкой вот этой замечательной орхидеки. Несмотря на свою вот такую очень необычную внешность, это фаленопсис. Фаленопсис под названием амобилис айнервариегатет, то есть фаленопсис имеющий внутреннюю вариегацию. Желтые вот эти всполохи находятся внутри листа. Также есть еще амобилисы невариегатные и вариегатность у которых расположена по краешку листика. А также есть вариегатные амобилисы, вариегатность которых выражается в половину. Одна долька листа получается зеленая, другая долька листа желтым окрашивается. Вот такие вот чудесные фаленопсис существуют. Это довольно редкие экземпляры и вот в этом году мне удалось выловить вот такой экземплярчик. Посылочку, распаковочку с этим растением я показывала на своем канале. Найду и размещу ссылочку, можно будет посмотреть. Ну и вот корневая система у него подросла. Сразу пересадить времени у меня не было. Да и уже с опытом я поняла, что такая мгновенная пересадка фаленопсиса ни к чему. Вот в таком состоянии, в котором я его получила, это растение прекрасно дожило до сегодняшних дней, как говорится. И поднарастило, поднарастило корешочков. Очень интересную особенность я заметила. Не знаю изменится ли это с прошествием еще какого-нибудь промежутка времени. Но я заметила, что корни у данной орхидеи очень так плохо зеленеют. То есть фотосинтез в них идет не так активно, как в корнях фаленопсиса обыкновенного. И вот большая часть корней остается быть белой. Вот этот кончик этого корня, можно сказать, практически постоянно находится во влажной среде. Он еще более-менее как-то позеленел. Но остальные так и продолжают быть зелененькими. Вот с такими дефектами я получила это растение. Я его выбрала, собственно говоря, по предложению продавца. Передо мной было размещено несколько вариантов. И вот этот вариант я выбрала. То есть я попросила продавца, несмотря на то, что у предложенных вариантов тоже не особо были шикарные листья. И я попросила выбрать мне как можно с лучшей корневой системой. И вот полагаясь на ответственного человека, мне пришло вот такое растение. Но в принципе я его видела в тех предложенных вариантах, которые были мне предоставлены. Так что сегодня пришло время и будем пересаживать это растение. Фаленопсисомобилис является природным видом, от которого и сейчас произошло. Практически все белые орхидеи имеют в роду у себя фаленопсисомобилис. Он как бы считается родоначальником практически всех белых орхидей. Это орхидеи теплого содержания. Я начну разбирать и немножко расскажу про эту орхидейку. В культуре, то есть в домашних, в тепличных, оранжерейных условиях предпочитает произрастать при температурах от плюс 22 до плюс 27. Что считается орхидеей теплого содержания. Но в природе может произрастать и при иных температурах. И указываются такие цифры, как плюс 11 и до плюс 38. Также это орхидейка. Этот вид орхидей, как вы уже наверное заметили. Потому как я сказала, что нижний корешочек находится в постоянном увлажненном состоянии. Но не дрягается в воде. Это растение очень любит влагу, любит пить. И любит повышенную влажность воздуха. И очень любит конвекцию воздушных масс. Поэтому вот его содержание одновременно считается как нетребовательным. Но с другой стороны, не каждый может обеспечить такие условия. Вот в моих условиях вырос уже вот такой листик за все то время, что это растение у меня. Он без дефекта. И это радует. Листовые пластинки его могут достигать от 10 до 50 сантиметров. Цветонос достигается от 60 сантиметров до 1 метра может вырастать. И может нести на себе от десятка цветов до 5-6 десятков цветов. Вот такая вот эта очень обильно цветущая орхидея. Также цветы его ароматны. В природных условиях, в засушливый сезон, это растение может даже желтить и сбрасывать листья. Ну и сам по себе вот этот вид считается немного облиственным и может держать на себе от 3 до 5 листьев. Вот таким вот образом. И розетка его может быть паникающей, свисающей, так как размер листовых пластин, я уже сказала, довольно-таки большой. Может достигать 50 сантиметров. Вот такая информация указана в источниках. Порастим вот эту малявочку и посмотрим на ее размерчики. Вот так я очистила эта растенница. Корневая довольно-таки хорошая у него. И как видите, все корешочки белые. Что я, наверное, считаю такой вот особенностью. Но, как говорится, поживем, посмотрим. Я для него подготовила вот такой горшочек импровизированный. Он, конечно же, будет чуть меньше 9-го горшочка. И меньше просто я тары не нашла. Хочется мне его посадить именно вот в горшочек, не в пластиковый стакан. Но по сравнению с тем, в каком горшочке он рос, конечно, можно было бы и дать стаканчик в 200 миллиграммов. Но попробую посажу его вот в это ведерочко, пускай растет. К вопросу, стоит ли пересаживать и как часто фаленопсис. То вот видите, в момент роста, когда пошел рост листовых пластин и корневая масса довольно-таки активно, можно сказать, на глазах развивается, то да, фаленопсис можно пересаживать. И если у вас организованы условия, такие как подсветка, температурный режим, то не имеет значения, в какое время года будет осуществлена пересадка. Посадку сегодня я буду делать вот в такую кору. Предварительно я ее порезала. Фрагментик этого действия я вам вставлю. Кора сухая, обработанная, не требует никакой предварительной обработки. Но если только что предпочитаете посадку растения уже как бы в подготовленный грунт, то предварительно кору можно замочить, то есть дополнительно до посадки пропитать ее влагой. Сегодня я буду сажать в сухую кору, но также еще и буду использовать вот такой вот мох. Кора очень просто режется практически любым предметом. Сегодня вот я ее покромсала. Наверное, лень будет бальзам на душу не своими орхидейными ножницами, а вот такими старенькими ножницами. И как видите, кора прекрасно режется. Если требуется кора, то такую кору можно приобрести у меня на моей странице ВКонтакте. Ссылочку, как всегда, оставлю в описании под этим видеороликом. Кора на данный момент имеется всех фракций. От фракции 1,3 см до фракции 9,20 см. То есть огромных таких блоков, которые могут служить для самостоятельной посадки растения на блок. Также от размера коры зависит ее толщина. Чем мельче кора, тем, естественно, толщина коры будет варьироваться от меньшего к большему, естественно. Так как кора 1,3 см это практически такие тоненькие пластиночки, их я использую для посадки орхидей в стаканчик 200 мл. И миксую с более крупной фракцией коры или вот с порезанной фракцией. Также для малышат, вот таких вот орхидеек, я не использую слишком уж очень крупную кору. Допустим, фракции 2,5. А вот я ее предварительно порезала. И сегодня буду использовать вот такие вкусные кусочки для этого растения. Также не буду я использовать никакого дренажа, посадка будет чисто вот из таких кусочков. И так как орхидейка у нас любит воду, то, естественно, я ей сделаю вот такую подушечку из мха. Мох будет задерживать влагу, снабжать ею растение, не будет препятствовать чрезмерному пересыханию посадки. А это значит, что орхидея должна очень хорошо расти. Распределяю корешочки вот таким образом, поближе к стеночкам. Это позволит мне наблюдать за состоянием корневой системы. Хотя, знаете, вот не совсем удобно, когда корешки имеют белый цвет. И не совсем понятно, когда же можно поливать растения. Вот это меня, в свою очередь, сильно сбивало с толка. Поэтому вот кашпо служила вот такая рюмочка, стаканчик стоял вот так. И на дне постоянно вот так была водичка. Она методом испарения создавала влажность и не давала слишком пересыхать посадки. И время от времени я чуть больше доливала воды, чтобы горшочек своим отверстием погружался в воду и растение напитывалось, так как оно содержалось во мхе. Ну а здесь я сейчас использую так называемую закрытую посадку, то есть емкость без отверстий. И буду использовать вот этот полив, который я называю на пальчик, то есть долив воды до определенного уровня. Посмотрим, как данной орхидейке приглянется эта посадочка. Ну а по поводу коры, если кому-то нужно, обращайтесь. Даже если вы меня смотрите не на площадке ютуба, то всегда свои контакты я оставляю под видеороликом. Если, конечно же, видеоролик выпустила я, это мой ресурс. Есть же у нас еще такие копирайтеры. Поэтому оставлю ссылку на свою страницу ВКонтакте и оставлю адрес электронной почты для тех, у кого нету соцсетей, кто не знает, как пользоваться. Электронная почта во всяком случае у вас должна иметься у всех. Ну и вот так корой установила, закрепила. Самое главное, не устаю повторять, в посадке это как следует закрепить растение. Чем лучше, не крепче, а лучше давить не нужно. Давить не нужно, чтобы не нанести корням травму. Чем лучше закреплено растение, чем устойчивее оно находится в посадке, тем быстрее оно приживется, укоренится и будет расти дальше. Тем безболезненнее пройдет вот эта процедура пересадок, если же это случается пересадка. Также можно орхидеи пересаживать методом перевалки, но об этом поговорим в другом видео. Задавались вопросы и более конкретно побеседуем в ролике именно о перевалке. по тому, как там и задавались вопросы, как быть с грунтом со старым и прочие вопросы, которые заслуживают внимания. Вот в принципе сама процедура, она не долгая, не сложная, гораздо дольше ко всему этому подготавливаться. Вот таким образом прошла наша пересадка моей вот этой экзотической орхидейки. Можно ее прямо таки так и назвать. Ну а сегодняшнюю пересадку сопровождал фаленопсис хайтони. Вот он у меня зацвел опять на, можно сказать, прошлогоднем цветоносе и добавляет, добавляет, раскрывает цветочки. Несмотря на вот такую нежность этих цветочков, лепесточки у него очень плотные и можно даже смело назвать его восковичком. Вот такой красавчик сегодня присутствовал с нами вот на этой пересадке. Надеюсь мой ролик был интересным, познавательным. Вы легко и с пользой провели свое время. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии на какую тему вы еще хотели побеседовать во время пересадки фаленопсисов. Так как пересадок у меня планируется еще очень-очень много. Всю зиму будем с вами пересаживать. Поэтому пишите темы, задавайте направление и будем двигаться, как говорится, вперед. С вами была Татьяна. До новых встреч!